Хорошая новость для жителей микрорайона Завидное. Уже скоро на первом этаже 13-го дома планируется открыть филиал межпоселенческой библиотеки, о чем собравшимся навстречу сообщил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шимаилов. Это начало большого пути, и мы будем с инвесторами работать и дальше, потому что эту территорию надо развивать, надо адаптировать. Потому что вы для нас, мы для вас не чужие, мы все жители города, вы теперь видновчане, и никуда не денетесь, и не забудьте, не видновцы, а видновчане. Да? Вот, это главное. Муниципалитет договорился с застройщиком о передаче помещения в собственность. В скором времени здесь сделают ремонт и закупят все необходимое оборудование. Я думаю, что здесь найдут себе занятия и дети, и подростки, и пожилые люди, и формы работы самые-самые разнообразные, и вечера, и встречи с интересными людьми, и квесты для молодежи, и экскурсии для новоселов. Сегодня библиотеки, какими их помнит старшее поколение, уходят в прошлое. На их базе создаются культурные центры с детскими образовательными досуговыми клубами. И это место не станет исключением. Здесь появятся кружки и секции учреждения по работе с молодежью «Энергия». Конечно, мы вот уже ходили, посмотрели, вот вместе с Татьяной Викторовной Лукашовой, библиотека наша, и уже выработали определенный такой план работы совместный. То есть мы здесь откроем какие-то кружки именно для детей, потому что здесь их очень много, маленьких. Вот, и вместе с библиотекой будем здесь работать. Завидный микрорайон новый, а до старой части города добираться не всем удобно. Местные жители остались довольны тем, что эта территория начинает активно развиваться. Очень много жителей, и особенно с маленькими детьми. То есть выходишь на улицу, очень много детей с колясками, и мамочек прям по двое, по трое. Это очень хорошо нас это радует, поэтому детям нужно где-то заниматься. Не обошлись стороной и тему спорта. На Завидный появляются футбольные и волейбольные площадки, а также зоны для воркаута. Я, как местный житель, пришел сюда даже со своим ребенком, и прошел весь путь спорта до конца, можно сказать, да, подготовил топовых спортсменов. И я могу сказать точно, что вот именно вот с таких доступных вещей, с доступной среды начинается большой спорт. Уже окончательно стемнело, но вопросы продолжали поступать. И один из немаловажных – ситуация с доступностью медицинского обслуживания. Уже два кабинета общей практики, врачей общей практики, сегодня произвело впечатление на жителей. Они даже не поверили, но это реально. Ну и, конечно, организации досуга, спорта и так далее, и так далее. И вот то, что мы будем здесь открывать библиотеку, досуговые помещения, ну, действительно, люди восприняли с большим и с большим таким приветствием, так и радостью. Успехов в реальных делах можно достичь только при взаимодействии и диалоге с жителями, которое происходит именно на подобных встречах. Дмитрий Книга, Михаил Решетов, Елена Кошелева, Видное ТВ.